Всем привет, меня зовут Дора Хелла и сегодня я хочу поговорить с вами о своих камерах, о том, как я снимала, монтировала, ну вот этом всё, короче. Но перед началом видео также хочу извиниться за то, что у меня уже около месяца не выходят видосы, так как у меня есть проблемки с компьютером, потому что все видосы сейчас я монтирую на компьютере, об этом попозже. У меня там попал вирус, и поэтому я пока ничего не могу делать и справляюсь через телефон. После того, как я решу свою проблему с компьютером, у меня сразу будет выходить дофига-дофига разных разных видео, так как я сейчас стараюсь, снимаю, много очень снимаю, да. Как только я закончу, сразу же в ту неделю, как я это всё решу, будет каждый день выходить новое видео, но это продлится не очень долго, потому что сейчас у меня очень мало времени, так как экзамены, вот это вот всё, плюс я скоро улетаю снова в Турцию и как бы проблемки. Сегодня я хочу поговорить с вами обо всём, что связано с видео, фото, камерами, вот этим всем обработкой и так далее, потому что я думаю, начинающим блогерам это будет интересно. Это будет такое мини-видео о моём начале и о том, чем я занимаюсь сейчас. В общем-то, начинала я снимать на свой второй iPad, вот он, так как у него передняя камера, она вообще дерьмо, то есть там 360-ки вроде бы, а задняя камера может быть 720, поэтому я как-то изгалялась и постоянно что-то придумывала, чтобы мне поставить камеру, относительно камеры, чтобы мне поставить iPad и чтобы он нормально стоял, и чтобы я нормально могла снимать. В общем-то, да, у меня было качество 720 и я такая типа, окей, это что-то хорошее. В общем-то, я подкопила и у меня появилась камера Canon SX510HS. Это камера, на которой сейчас я снимаю. Ну, как вы можете заметить, она в принципе хорошая, выдаёт качество и меня это очень сильно радует. Ну, как вы понимаете, для влогов она не особо годится, хоть и иногда я на неё сниму. Так вот, всякие такие влоги я снимаю на свой пятый айфон. Качество, конечно, не ахти, но нормально, для влогов-то пойдёт. Чем я обрабатываю свои видео? С самого начала я искала всякие-всякие разные приложения, короче, не знала, на чём мне это всё делать, на телефоне или на компьютере. Было очень сложно. В итоге я нашла приложение под названием Camtasia Studio 7. Я тогда думала, вау, нифига, оно такое крутое, но... Она не крутая, она дерьмовая. Ну ладно, для новичков это более-менее хорошее приложение, но когда ты доходишь до какого-то определенного уровня, ты уже понимаешь, что тебе этого не хватает. Да, был какой-то переломный момент, когда я искала новое приложение для себя. Приложение, через которое сейчас я монтирую, называется Sony Vegas Pro 11. О нём мне рассказала как бы бабушка. Она слишком много шарит в компьютерах, даже я не так много знаю, как она, и я такая думаю, да. И, в общем-то, о нём мне рассказала бабушка. После этого я такая, блин, надо бы скачать где-нибудь. Я чё, похожа на речо, у которого есть деньги? Такая, я думаю, пиратка. В общем, я нашла пиратку Sony Vegas'а, и такая, я думаю, да. Сейчас я монтирую через неё. Но, как вы понимаете, сейчас у меня нет доступа, и поэтому я буду монтировать через телефон. Вы спросите, как я буду монтировать через телефон, а я вам отвечу. Есть классное приложение под названием Splice. О нём мне рассказала Саша Лунегова. Спасибо ей огромное. Спасибо. Это, в принципе, неплохое приложение, но я в него особо не разбираюсь. Сейчас я буду монтировать это видео через телефон. Ой, проблемки. Вы спросите, как я буду переносить вот это вот всё, то, что я сейчас снимаю на камеру. Есть очень классное приложение для камеры, типа, чтобы переносить видео, фото на телефон с камеры. Оно называется... Оно называется Canon Connect. Очень удобно. Ты подключаешься к Wi-Fi у своей камеры. Просто переносишь всё, что нужно, которое есть. Во-первых, у неё очень много разных... Режимов съёмки, в том числе, то есть, есть видео, есть другие какие-то для фотографии. Я такая шикарно. И, в том числе, у неё есть Wi-Fi раздача. Не знаю, как это правильно называется. То есть, ты подключаешься к Wi-Fi у камеры, пускать уж это приложение Camera Connect, и можешь спокойно перекидывать все фото и видео на свой телефон. Ну, как бы, как-то и так я буду монтировать. Также давайте рассмотрим то, как я монтирую фотографии, то есть, превьюшечки для своих видосов. Это немножко просто и в то же время немного сложно, потому что вот это вот отнимает у меня больше всего времени. Я могу делать превью на компьютере и также на телефоне. На компе у меня есть приложение Adobe Photoshop. Я в ней тоже особо не разбираюсь, и поэтому вот такая, типа, блин, надо бы разобраться. Знаю, что много всего можно мне делать, но не лень. И поэтому я пользуюсь приложением на телефоне под названием Bazaar. К нему я уже давно очень сильно привыкла, и через него мне очень удобно это всё монтировать. И я такая, типа, шикарно. Если вам интересно какие-то вопросы, можете писать у меня в комментариях, я обязательно на них ответить. Вы наверняка спросите, как я ставлю камеру. У меня есть какой-то штатив или ещё что-то. Да, у меня есть штатив. Но до этого, когда у меня его не было, я его купила, наверное, в прошлый Новый год. То есть, моему штативу уже год. Вот он. Очень удобная шикарная. Вот так. Достаточно длинная, но сейчас я не пользуюсь, потому что я не знала, куда поставить камеру. В итоге поставила её на подоконник. Как-то так. В принципе, меня всё устраивает. И, впрочем-то, да, я ставлю на свой штатив. Покупала я его тоже не очень-то и дорого. Когда у меня его не было, я всегда придумывала, как мне повесить камеру, потому что есть же такая вот штучечка. Вот. Сейчас вы камеру уроните. И, в общем-то, да, у меня есть вот эта вот штучка, на которую можно вешать себе на шею. А я её использую для того, чтобы, как бы, повесить куда-нибудь. Такая думаю, да. В общем-то, я думала, как её поставить. В итоге это было очень-очень сложно. Я решила, что мне обязательно нужен штатив. В общем-то, я его купила. И такая, думаю, шикарно. Больше мне ничего не нужно. В принципе, нужно покупать штатив, чтобы он был в то же время, когда складной маленький, и в то же время, когда раскладывается высокий. Вы же не знаете, как вы захотите снять видео. Допустим, вы будете снимать его всегда в одной и той же позе. Типа, не будете ставить его на одно и то же место, чтобы на заднем фоне было... Ну, как бы, задний фон был тоже одинаковый. Вы будете придумывать как-то по-разному что-то делать. В принципе, я почти угадала с длиной. В принципе, меня всё устраивает. Иногда я хочу, конечно, снять видео стоя, но как бы он немножко мне не позволяет. Всегда приходится его поднимать. И чтобы это выглядело примерно вот так. Думаю, вам лучше будет, если покупать его подлиннее. Ну, в общем-то, да, это всё, о чём я хотела вам рассказать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии о том, какое следующее видео мне снять. И ваши вопросы я, конечно же, на них отвечу. Буду очень рада. Это всегда очень сильно мотивирует, чейте лайки, подписки и комментарии. Так что вот это всё. Всем спасибо. С вами была Дора Хеллор. Всем пока-пока-пока.